Всем привет, с вами Тед. И в этом видео я научу вас уникальному билд-ордеру за протасов, который подходит против всех рас. Расскажу, почему стоит его выучить, когда вы начинаете играть, где он вам пригодится, где он не пригодится. И, собственно, наверное, поехали, разберемся с ним. Напоминаю, что еще раз, что он подходит против всех рас, вам не нужно подбирать какой-то отдельный билд против зерка Тернатоса. И работает, скорее всего, вы можете им играть где-то до алмаза 100%. В алмазе уже нужно будет более правильно подбирать билды. Но на самом деле, я думаю, что вы уже перейдете к следующему шагу намного раньше, и там уже будут билды поточнее. Вот. А расскажу еще, какие вы ключевые навыки отточите, играя в этот билд. Поэтому смотрите внимательно и до конца. И, ребята, все, кто скажет, что, ой, у меня не хватает АПМ на такой билд, потому что билд будет в три базы. Вы ошибаетесь. АПМ поднять легко. АПМа вам для него хватит. Но если вы хотите поднять свой АПМ, в предложечке видосик. В предложке видосик мой, как поднять свой АПМ. Ну что, поехали. Смотрите, ставим пилон. Играем без разведки. То есть здесь мы тренируем свои ключевые навыки. И какие это навыки? Это навыки постройки рабочих без перерыва, постройки юнитов. Опять же, практически без перерыва. То есть, в принципе, навык банально строить, 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 строить. Вот. При этом сильно не думая. То есть пилон, гейт, два газа, гейт. Такое у нас открытие. Два буста в Нексус. Затем у нас идет кибернетка. Все как в прошлом видео. Открываемся. Начинаем строить два юнита. Это могут быть сталкер-сентри. Это могут быть два сталкера. Но рекомендую начинать со сталкер-сентри. Сразу же кидаем батарейку в минеральную линию. Таким образом, мы будем достаточно спасенные и безопасные. Раскачиваем минеральную линию до 19 рабочих. Одного лишнего строим. Заказываем еще два юнита. И ставим робо. То есть, ставим технологию. Это наша технология будет робо. Она намного проще, чем Stargate. И только на третьем минуте мы останавливаем производство юнитов, чтобы поставить Нексус. Нексус, батарейка. И начинаем сразу же строить рабочих. Вот. Какие же навыки вы отточите еще? В принципе, это достаточно стандартный PvP-билд. То есть, если вы играете против протасов, в лигах повыше, и вы хотите играть в макро на развитие, вы будете играть примерно так. То есть, примерно по такой же схеме. Скоро уже будет варп изучен, поэтому мы сейчас не строим еще два юнита. Но на самом деле, от ранних атак вот этими четырьмя вы спокойно защититесь. Как только робо достроилось, начинаем бустить имморталов. И отсюда, какая наша логика? Мы пытаемся постоянно варпать по паре юнитов, постоянно строить имморталов, апсов, призм, ну и прочее все из роба. И параллельно с этим развивать нашу вторую базу. То есть, мы сейчас вот в такой ситуации попали. Когда у нас на четвертой минуте вторая база работает, первая база работает полностью, у нас два гейта и одно робо. Если мы в первой серии учились одной базой аллынить, вы помните, у нас было два гейта, одно робо, и у нас все минералы уходили в ноль. То здесь мы сделали такую ситуацию, что у нас минералы вот на этой базе будут копиться. То есть, она работает на себя, а эта работает на производство юнитов. То есть, вы можете, в принципе, без остановки абсолютно, как только у вас прокрутились гейты варпать новых юнитов, как только закончился юнит у роба делать нового юнита, ну и продолжать в таком же духе, собственно, развиваться. Вот, то есть, обсервер, иммортал, и постоянные варпы, 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 варпы. Вот. Потом вы переходите в робобэ и еще два гейта. Хочу сразу напомнить, вам не нужно, во-первых, первое, разведка не нужна. Следите за собой, тренируйте свой скилл. Второе, не нужны апгрейды. Никаких фаржей, ничего такого не надо. Научитесь сначала строить такое количество воинов, которому нужен будет апгрейд. Вот. Как только вторая база накопилась, переводим всех уже на третью, идем занимать третью. Ну и смотрите, у нас как бы войска, которая, в принципе, может позволить себе выйти да занять третью. Вот в этом весь секрет. И мы продолжаем. То есть, я сейчас уже начинаю колоссов делать, продолжая с четырех гейтов варпать. Заметьте, что произошло, когда мы вышли в третью базу. Мы поставили робобэ и поставили два гейта. Почему? Потому что вот эта база у нас теперь работает на вот эти два гейта и на более дорогих роботов. То есть, колоссы, они дороже, чем имморталы, поэтому нам вот эта база, она как бы эта роба прокачивает. И эта база сейчас будет работать на заработок уже. Вот к нам приходит соперник, кстати. Правило остается, как из прошлой серии. Стараемся не отдавать своих юнитов. Видите, я не вступаю с ним моментально в бой. Я аккуратно под батарейкой. Чуть-чуть жду, потом начинаю нападать. Если не ждать, вас может быть меньше. Если вы чуть-чуть подождали, у соперника какое-то подкрепление могло не дойти. Ну и, собственно, вот мы отбились от него спокойно. Ну и цель наша основная. Наполнить нашу вторую базу. Третью, точнее, базу. Желательно сделать это ближе к восьмой минуте хотя бы с этого билда. Особенно, если на вас нападали. Если не нападали, еще раньше можно. Вот, и дальше я делаю твойлайт. Как я говорю, грейды вам не нужны в форжах. Ну, в целом, твойлайт чарж можно сделать. Блинк можно сделать. Раскачали третью базу. Больше мы баз не ставим. Вот это, в принципе, есть уникальный билдордер за процессов. Отсюда наша задача поставить то количество гейтов, которое нам надо, чтобы можно было тратить ресурсы в ноль. Но, в целом, как вы видите, я с четырьмя пока справляюсь. Два роба. Вот, еще два гейта пошло. Вот мы строим юнитов. Да, и в сумме у нас 8-10 гейтов примерно будет. Продолжаем строить. Ну, самое главное, продолжать, продолжать, продолжать строить. И, смотрите, мы к 10-й минуте с такого билда вышли в 200 лимита. С учетом, что у нас уже были какие-то юниты потеряны. То есть, мы полностью без потерь как бы до сюда дошли. И у нас толпа имморталов, архонов, сталкеров, сентрей, зелков. То есть, это реально мощный состав. Он просто приходит. И если у вас больше, чем вашего соперника, вы им, в принципе-то, и выиграете. Да, это ключевая особенность. Вот, так что, такой вот у нас уникальный билд, собственно, за протасов. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия, это часть обучающей программы из 10 шагов. Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Тед.